Это был 1991 год. Это было ощущение счастья, свободы, право самореализоваться. Я думаю, что у моих коллег было точно такое же ощущение. Мы получили возможность сделать то, что хотим. И у нас появился частный заказчик, тоже наделенный амбициями, потому что он тоже почувствовал со слов Ельцина о том, что берите свободы столько, сколько можете взять. У него было тоже ощущение, что он берет кусок или часть этой свободы и заказывает то, чего нет ни у кого другого. Вот так у нас появились объекты, которые несли в себе определенные личные качества. С другой стороны, некий романтизм. Тогда он еще подогревался идеями постмодернизма. И нам казалось, что да, мы создаем что-то совершенно новое. Работая тогда над красными холомами вместе со своими старшими товарищами, тогда была идея, что мы возрождаем некий неорусский стиль. Это монастырь, это красные стены, это храм, это собор, это колокольная гостиница и так далее. Это все ответ Новоспасскому монастырю, красный цвет ответ к кремлевским стенам и так далее. Это было романтическое рисование архитектуры, движимое вот той самой неудовлетворенности, которая накопилась за предыдущие годы. Вот мы почувствовали себя, так сказать, оракулами, что мы говорим вот так, то, что мы считаем нужным. Это было замечательно. Потом наступили другие годы. Другие годы, следующее десятилетие, как-то окрепло сознание и начали формироваться лидеры профессии, что стало чрезвычайно важно. Важно, потому что появились точки отсчета общественные, так сказать, в общественном сознании, в профессиональном сознании, которые показывали, в общем-то, яркие индивидуальности от Михаила Филиппова до Сережи Киселева. Это большой диапазон, но это интересно и это очень профессионально было. Созрелый заказчик, он стал более сдержан в своих пожеланиях, более взвешенные его требования к архитекторам, более продуманные. Это не просто эффект и реклама, а это еще и осмысление функций, осмысление экономики, осмысление материалов и так далее. Вступил 21 век. Мы вошли в эпоху цифровых технологий. И это приводит, на мой взгляд, к некоему брожению в умах. С одной стороны, есть рисованная архитектура, а есть моделированная архитектура. И вот процесс не рисования, а моделирования архитектуры через BIM-технологии, иные технологии и так далее, несколько, на мой взгляд, дезориентирует следующее поколение. Складывается ощущение, что проектировать легко и легко достигается медийный успех. Успех в прессе, успех в интервью, и этого достаточно. Идет увлечение не столько структурой, формой и, так сказать, языком, и некой фактурой и архитектурой, а решение поверхности и поиск оригинальной формы через компьютерную технологию. И, на мой взгляд, это несколько выхолощивает и дезавуирует смысл профессии. Я думаю, что следующего поколения придет это понимание после того, как, я надеюсь, что это произойдет, когда повзрослеет или когда будет понятно, что язык архитектуры – это более сложное явление, чем поверхность, так сказать, там, выполненной в стиле, так сказать, пиксельной архитектуры. Пиксельная архитектура – это есть, ну, как бы временное явление, временное явление, что затем за ним придет все-таки понимание некоторых основ, так сказать, архитектурного, построенных на архитектурной культуре, впитывающей себя, так сказать, и историей, и современцы, и, главное, язык, символы и смыслы. Ну, в театре Фоменко – это архетипы театральных эпох, которые там развернуты, которые кто-то читает, кто-то не читает. Но кто читает, тот радуется. Он понимает, что там не просто пространство, а это есть некоторые ключевые, так сказать, знаки, некие смыслы, заложенные в эту форму. Та же, как лестница на фасаде, это лестница в небо, это тоже некий смысл. И вот эти смыслы, которые читаемы или прочитываемы, или остаются, так сказать, где-то в памяти, на мой взгляд, это наиболее важная и ценная часть архитектуры. Это требует определенной подготовки, потому что это технология. Технология – театральная технология, библиотечная технология, музейная. И это определенный, так сказать, ну, что называется, стиль работы с заказчиком. Потому что заказчик очень требовательный, он знает, так сказать, что он хочет. И эти знания, так сказать, трансформировать, транслировать, интерпретировать в эти формы – это специальная задача. Безусловно, есть нормативы по проектированию театра, есть параметры сцены. И поэтому очень интересно работать с неким режиссером, обладающим своей творческой программой, для того, чтобы разрушить этот стереотип. И мне как раз везло на таких людей, которые разрушали этот стереотип вопреки нормам. Это самое интересное в нашей профессии. И все не так просто, как вообще в истории нашей страны, в истории нашей культуры. Да, есть государственная политика, есть определенный, так сказать, здравый смысл, есть интересы, есть цели, которые ставят перед собой профессионалы, и которые стараются их выполнить, вне зависимости от того, как ведет себя государство. У государства свои цели. А работа с объектами культуры, я получаю наслаждение от того, что я встречаюсь с людьми, которые абсолютно живут своим делом, они понимают, у них есть определенные эстетические принципы, есть представления. И это чрезвычайно интересно, потому что перед архитектором ставится задача найти ту самую архитектурную метафору, найти тот самый образ и найти язык, который соответствует той задаче, которой отдает себе объект культуры, несущий в себе свои определенные ценности, смыслы и, так сказать, чаяния. Мне повезло, что я работаю с такого рода объектами, с такого рода заказчиком. Но я вижу эти, так сказать, профессиональные, очень важные вещи в работах Сережи Скуратова, я вижу очень у Михаила Филиппова, у Володи Плоткина. Там есть вот те самые образы, которые находят в жилье, в тех коммерческих объектах, которые построены совсем недавно. Это культура профессиональная. И эта профессиональная культура, все-таки вне зависимости от того, что это коммерческий заказ, позволяет создать вещи, имеющие некую культурную глубину. Вот есть в этих объектах глубина, которую можно разгадывать, изучать и пытаться понять. Вот эту архитектуру можно разглядывать и пытаться разобраться в ней. Поле, потрясающие силы и красоты. Небо бескрайнее совершенно. И вот нужно было войти в эти святые, в эти совершенно сокровенные чистые места, архитектурой, которая бы не особенно это все дело испортила. Поэтому первое мое было предложение это просто сделать прорезь в земле, а все закопать, и чтобы ничего не было видно. Но есть законы экспозиции, есть требования музея. Мы должны показать с дороги посетителей, что это музей, что мы должны то-се, пятое, десятое. Мы должны сделать площадку, с которой нужно увидеть место предполагаемого сражения. И так, собственно говоря, возникла идея некоего холма рассеченного, которая демонстрировала столкновение двух сил, двух масс, конфликт, когда в поле нужно создать ощущение напряжения и тесноты. Вот в поле должно быть тесно. Когда между двумя армадами сходятся две армады, между ними на длину копья возникает теснота. А так у нас возникла эта щель между двумя холмами. И главный герой этого объекта – это небо и поле. Все остальное – это уже второсевторично. И еще одна тема, которая тоже была очень важна, это найти некие связи с традиционной русской архитектурой. В частности, храма преподобного Сергия Радонежского, построенный Щусево. Он отнесся к эпохе русского средневековья, в XIV-XV веках. Поэтому мы в отделке этого музея применили ту же технологию. Фасадные обмазки кирпича и некие знаки, некие объекты, некие символы, относящие или передающие язык той эпохи. Это белокаменные вставки, несущие в себя определенные смыслы. Так же, как Андреевский крест, стоящий у входа. То есть это тот самый поиск того самого языка, который бы связал бы эпоху предшествующую, современную и показал, что какие ценности… Вот сейчас лично я вижу во всей этой истории. Для меня остаются ценности – это поле и небо. Все остальное – это уже вторично. И мне казалось, что там должны быть такие вещи, опять же, наполненные смыслом. В это глубокое, зарытое, темное пространство должен был проникнуть горний свет, верхний свет. Поэтому сделаны световоды. Они дают в это пространство дневной свет. И можно увидеть через эту трубу облака или солнце, или что-либо еще. Это очень важно. Дневной свет проникает в эту толщу истории. Вторая тема, которую мне пришлось отстаивать – это пандус, связывающий верх и нижний уровень. Потому что музейщики хотели иметь лестницу, сошел, быстро пошел и так далее. На мой взгляд, в архитектуре очень важна система переживаний и перехода одного пространства в другое. Путь к битве, от жизни к смерти и так далее. И эту тему пути они потом все-таки изобразили в неком видеоряде. Но две минуты спуска по пандусу, на мой взгляд, было принципиально важно, чтобы перестроиться от одного типа мышления, от одного, так сказать, ощущения, пережитого в экспозиции, к другому, к кульминации, к той самой макету битвы. Продолжение следует...